Александр Наумов Медиевист, историк культуры и славянских литератур Профессор Егелонского университета, город Краков, Польша и университета Кафоскари, Венеция, Италия Ваше Просвященство, дорогие отцы, братья, сестры Тема очень большая, слишком может быть, как на такую встречу Поэтому мало, наверное, у нас будет конкретных фактов А больше я попытаюсь представить панораму Панораму этого проблематику в общем Балканы, конечно, они разделены на, так сказать, католическую и православную части И довольно трудно найти общие процессы Кроме самых ранних, кирло-мефодиевских, кирло-мефодиевского периода Дон Марко меня просил обратить внимание больше на новую литературу, новую культуру Это как будто, в общем, общая постановка этого семинара Встречи, что мы более обращаем внимание на новую литературу Мы о судьбах, истории, значении священного писания В древней истории, древней письменности до, скажем, 17-18 века Мы имели уже много раз возможность говорить Так что это более-менее мы знаем Тем не менее, надо припомнить основные вещи из этого раннего периода Так как они существенны для общего развития соотношения литературы Письменности, так сказать, светского типа и священного писания Мы обращали внимание много раз на то, что особенно в православном мире В православной культуре славян, греков, грузинов Вообще всех православных народов Священное писание не выделяется в культуре, в культурной жизни, кроме богослужения Она жизнь священного писания, это жизнь богослужебная И вот таким образом мы знаем, мы об этом говорили И чтения, вот есть маркированные Маркированные присутствие текстов, отрывков Священного писания в богослужении Чтения апостольские, евангельские, псалмы Потом разное громадное количество всех употреблений Отдельных цитатов, отдельных ассоциаций библейских Они связаны с отдельными моментами богослужебного процесса Акции во время богослужения Начиная с входа священника, облачения, проскомидия Проскомидия, хотя она более поздний текст Но она создана вся из библейских текстов Которые, так сказать, раньше проскомидия происходила без текстов А затем нашли тексты подходящие священного писания Мы об этом говорили Так что вот мы заметили, что создание библии как книги Оно характерно для более западной культуры, чем для восточной Восточная не чувствовала никакой потребности, надобности В создании полного кодекса Потому что он для богослужения непригоден Поэтому сразу, если у нас полные тексты библейские появляются Или апостол, или тетраевангелие Сразу получают богослужебные указания Как пользовать это Даже Астрожская Библия, которая выходит без богослужебных указаний Сразу появляются рукописные дополнения Которые прибавляли к Астрожской Библии Как указание чтений, как пользоваться Чтобы это не была книга, которая стоит на полке А чтобы ее можно было иногда взять и прочитать Так как следует оперировать со священным писанием Вот это, скажем, атмосфера восточная Значит, у нас так на территории внешней Болгарии На территории внешней Македонии, Сербии, Черногории Это ситуация и в большой части Боснии Это такая ситуация была Что вообще не обособляется как книга Библия как книга Она, конечно, входит И вот это я очень сильно подчеркиваю Она через богослужебную жизнь И она получает каждое библейское повествование Каждая библейская притча Цитата Какое-то начало псалма Господи в озвах и так далее Оно воспринимается не через его место В библейской книге А вот именно о богослужении Это очень-очень важно Иногда мы не знаем Даже писатели, цитируя Даже не указывали главу Но говорит Третье воскресенье Великого Поста Он знает, когда это читают А не точно, где оно находится В книге, правда? А вот известно, когда оно Где оно находится В каком месте В каком моменте богослужебного года Вот и это очень-очень важный момент На Западе, значит, у хорватов и славянцев Он делал немножко другое Там существовала среди католиков Латинская Библия Ранние переводы Так как вульгата Вы слышали, уже говорили О латинской культуре Вульгата Явилась текстом Нормой Текстом Моделью Моделью И все, что вот Когда надо было Что-нибудь Что-нибудь Найти И так далее Западные И ученые И литераторы И проповедники Они Брали Вот именно Кодекс Библейский Библейский Полный И там Отыскивали Нужное И для них Сознание Сознание Непрерывного Контакта С книгой Библией Оно более Более нормально Не более Нормально Берет книгу Так как Берет Берет Какую-то другую Постилю Или катехизис Или вот это Вот А теперь проверю Посмотрю в Библии В Библии Это Это Так сказать Поведение Поведение Много-много Столик До 19 века У нас на Востоке Почти Не Не понимаем Вот Невозможно Было Принять Такое Поведение Вот Смотрели Очень Странно На протестантов На католиков Что они Вот так Носят Библию В кармане Когда надо Возьмет Пойдет С Библией И так далее И так далее Это конечно Было Очень Очень Всегда Странно Для Православного Человека И вот На это Набрасываются Протестанты Они Конечно Конечно Это Их Благотворительное Дело Но они Конечно Не понимают До сих пор Не понимают Механизмов Самых глубоких Механизмов Культуры Восточной Православной Им кажется Что вот Ну надо Надо Текст Библейский Обязательно Дать Чтобы все Читали Понимали Что тогда Будет лучше Что будут все Знать Знать И так далее И так далее И вот Это Так как У нас Катехизис Вообще Он Предоставляется Богослужебной Жизни Церкви Там Чтение Священного Писания А у Католиков Науки Закона Божьего Прежде всего Объяснение Истин А там Вот Текст Конкретный Текст А у нас Богослужебная Практика Участие В жизни Церковной Вот это Разные Так сказать Модели Модели Жизни Общения С тем же Литературным Или семантическим Кругом Так что Вот Положение У нас Таково Что Новое Время Новое Время Оно Прежде всего Открыло Открыло Новые Новые Возможности Общения С Мотивикой Библейской То Значит Через Чтение Других Литератур И И когда Когда Так сказать Если мы Смотрим На средневековую И вот это 16 17 Веке Еще Мы находим Вообще У православных Славян Если находим Цитаты Или мотивы Мотивы Это Этот пласт Библейский Вообще В произведениях Славянских Он Прежде всего Результат Собственного Личного Контакта С Библией Совершенным Словом А вот А вот Потихоньку Но это Не 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 Этой Лекции Дело Но это Уже В Киеве Западной Руси И так далее Начинается Раньше В Болгарии В Сербии В 19 Веке Потихоньку Мы входим Вот Начинаем Читать Произведения Других Литератур Или переводим Или читаем По-гречески По-гречески Потом Потихоньку Немножко По-немецки По-французски Как-то Это Общение Так сказать В конце Века 19 Меняется В Болгарии Во второй Половине 19 Века В Сербии Но тоже Только в этой части Части Австрийской Австрийской Меняется Там немецкий Становится Языком Общим Языком Культуры Государства Государства Общаются По-немецки Так что Начинают Встречать Другие Другие Произведения Написанные На других Языках В которых Определенные Мотивы Используются И Эти Моды Литературные Моды Литературные Они Особенно Особенно Видны В Эпохе Символизма В эпохе В конце В конце В конце 18 19 Века 19 Это что В русской Литературе Серебряные Веки И Когда Литературы Литературы Славян Балканских Все Включительно Также и Хорватская И Славянская Не только Болгарская Болгарская И сербская Все Литературы Пытаются Войти Войти В эту Среду Европей Европейской Культуры А эта Европейская Культура Она Эти все Измы Символизм Имаджинизм И вот Там Появляются Определенные Определенные Семантические Семантические Выборы Которые Которые Ряд Таких Мотивов Которые Общие Для Общей Европейской Европейской Культуры Это И для Для них Для выражения Всего этого Применяются Библейские Мотивы И Образы И теперь Методологически Мы не всегда Можем Или должны Или правильно Применять Как Методологию Что мы вот Берем мотив Из определенного Стихотворения И ищем Его корни Только в евангельской Притче Или там В притчах Соломона Премудрости Сираха И так далее И так далее Это не всегда Такое Прямое Или очень редко Так сказать Прямое Соответствие Нашего Текста Финального И Библейского Библейского Текста Это Иногда Очень трудно Установить Но вот Я Несколько Несколько Моментов Самых Важных Семантических Таких Которые Во всех Славянских Литературах Находятся Так как Они Являются Общим Благом Или Так сказать Общим Тезаврусом Литературы Европейской Эпоки Модернизма Символизма Это Прежде всего Прежде всего Создание Создание Мира Бог Как Вообще Мир Мир И его Кондиция Антологический Подход К человеку К творению Здесь У нас Нет времени Но вот Итальянский Текст Принес Ива Андрича Который В одном В одном Своем Тексте Тексте Который По-русски Я не нашел Разговор С Гогей Когда Говорит Рассказывает Такую Что Антихрист Что Вот Предание Что Антихрист Перед Концом Свет Мира Сделает Мир Заново Сделает Идеальным То что Вот все Слабости Болезни Все Черные Стороны Жизни Не будут Существовать В этом Мире Это будет Абсолютно Идеальный Мир Будет Творение Антихриста И сравнивает Его Этот Замесел Антихристов Идеала Идеального Мира С Художником Что Художник Стремится К созданию Мира Который Лучше Мира Который Существует Создание Божьего Который С всей Этой Динамикой Которая Окружающего Мира В Болгарии Еще старые Там Дуалистические Богомильские Богомильские Истории Недаром В 1925 В 1925 Году Издают Книгу Переводов Древних Апокрифов В которых Дуалистическая Дуалистическая Тенденция Очень Сильна И так далее И так далее Мы видим Что вот это Создание Создание Мира Мира Является И откуда И старый Вечный Вопрос Откуда Зло Происходит Происхождение Зла И так далее И так далее Вот это Один из Очень важных Проблем Грех К этому Входит Грех Сразу Значит Создание Человека Человека И онтологические И этические Проблемы Связанные С грехом С грехом Интересно Что так как Православные Православные Богословия Очень сильно Связывает Грех Со смертью Что вот Смертельность Смерть Входит Через А Запад Запад Как вина Грех Адама И Евы Он В категории Юридической Так сказать Вот Согрешили Значит Виноваты Надо В православии Другой Подход Интересно Везде В наших Православных Стихотворениях Где вот Вопрос Греха Появляется Это больше Вот именно Понятия Вины Западной Западной Интерпретации Очень редко Даже если Смерть Появляется Она появляется Это тоже Интерпретации Западной Греха Но не как Прямая Прямая Связь С падением С грехом Следующий Большой Цикл Такой Это Женщин Женщин В начале В начале 20 века Литература Европейская Очень Часто Употребляет Разные Разные Образы Сюжеты Женские Конечно Есть Всегда Через целую Литературу Богородичная Тема Но это Другое Другое Дело Вот А Здесь Мы знаем Особенно Стринберг Особенно Ипсен Другие Они вводят То что Вот такой Ненависть К женщине Мизогиня Вот Женщина Женщина Как Угрожающее Существо Мужчине Разные Такое Вот Очень Разные И прежде всего Сексуальные Но и другие Комплексы Мужские Через Это Такую Женщину Ну и конечно Прежде всего Мария Магдалина Появляется Как один Из образов Который Много Поэтов Много Авторов Употребляет Марию Магдалину Очень Многие Очень Многие Соломию Иродиаду Значит Момент Момент Усекновения Иоанна Крестителя Женщина И мать Жена Иродиада И Девочка Которую Апокриф Поапокрифу Соломия Которая Это потом Просит И Приносит Голову Иоанна Крестителя На поднос Так что Так что Вот это 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 Важный Вот Так сказать Из библейских Библейских Вот Но Они Они Тоже Они Тоже Видим Интерпретация Интерпретация Что вот Далила Тоже Есть И кто-то Уже Глубже Там Самсон Далила Разные Вот эти Негативные Образы Так как У нас В барокковое Время В ренессанс Юдив Дюдив Эсфира Положительные Положительные Образы Как пример Защиты Против Турок Писались Вот Что Смотрели Вот Женщина Которая Крепче Умнее Мужчин Что Организовала Защитила И так далее И так далее Вот А теперь А теперь И это Более Природное Развитие Развитие Или есть Вот именно Под влиянием Богородичного Текста Текста В таком Семантическом Смысле Вот это Девство Девство Непорочность Непорочность Преданность Послушание Такое Вот это Вот Что Самые Хорошие Хорошие Вещи Вот это Сеаз Раба Раба Господня Вот Это Это Более Скажем Натурально Для Православной Духовности Развивается А вот Приходят Такие Где-то У немцев У французов У Будлера У Римбо Прочитали И вот Давай Мария Магдалина Вот Это Уже Без Без покаяния Без 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 Вообще для них некоторые художники, некоторые мыслители в этом очень видели важный момент вообще художества, словесности, так сказать. То, что идея, идея вообще мысли может принять телесный облик письма, это как будто повторяет, повторяет это схождение. Это во человечество, Христос, Логос, Слово Превечное, которое становится плотью. Так что модель Рождества Христова иногда становится вот тоже таким, как будто антологическим обоснованием художественной деятельности и иконописцев, и художников, которые кистью, и те, которые пером пишут. Мы это знаем из традиционной культуры средневековой, но здесь по-другому. Здесь художник, он себя сравнивает с Богом, он демюрк, он важный, он создатель нового мира. И это не только воспроизведение созданного уже, а вот он является новым, он творец, творец нового мира. И вот здесь это, поэтому Андрей даже говорит, если дальше пойти, тогда вот именно в этом видеть стремление, стремление к этому миру, идеальному миру Антихриста, который будет, чтобы прелестить всех, которые почувствуют себя лучше. Потому что нет болезни, нет все красиво, все прекрасно, все идеально. А вот это ложь сама. И потом Страстная седмица. Страстная седмица, она в смысле такого набора сюжетов, это самая известная. Самая известная, ее очень легко идентифицировать, даже люди, которые не церковные, так сказать, люди, все-таки на Пасху, Пасху, Страстную Пасху как-то участвуют в этом. Живопись, иконопись, распятие, Голгофа, моление о чаше, все вот эти моменты, поцелуй Иуды, потом распятие, снятие со креста, погребение, погребение немножко реже. Ну и потом само воскресение, воскресение Христова, оно, конечно, очень-очень важно. Интересно, скажем, мне сошествие Святого Духа очень-очень редко. Очень редко Пятидесятница, которая все время средневековой литературы являлась центром идеи, что вот именно сушествие Святого Духа, Пятидесятница является этим, как будто созданием церкви, созданием этой возможности перейти от корыгмы к письменному тексту. Вообще все это было, основывалось на дар слова, возможность говорить, дар языков, переход от вавилонского наказания, смешения языков, на дар многих всех языков и так далее. Это прекрасные темы, которые в модерной литературе не попадают, потому что они не понимают, это не богословский подход. Так что вот эта плоскость, то, что присутствуют десятки сюжетов, но это ничего такого не значит, потому что они про Леду и про Яскуров могут написать, и Ахилл, и Геркуль, и все нормально. Может быть антическая металлогия, может быть какая-то другая, может что-то там, чтобы это все было красиво, чтобы показать. Так что мы не можем, мы не должны воспринимать, даже когда на уровне текста мы анализируем и находим очень ясные сигналы интертекстуальной связи с библейским текстом. Мы не должны, у нас нет основания, чтобы идти далеко и говорить, этот писатель, вот религиозный писатель, он смотрите, как хорошо знает. Есть и такие, но часто это только набор, набор культурных цитат. Это просто Библия, как она существовала в культуре Запада, все время, все время, не только через богослужение, а как текст культуры, текст культуры, такой повседневный скажем, она становится, эта модель, так сказать, европейская, западная, она расширяется и на православное славянство постепенно. На севере у нас с 18 века, на юге славянство в 19 веке, и постепенно, постепенно подходит к процессам, процессам этого лоицизации, процессам такого, вот именно перехода от именно богослужебной, религиозной, христианской типичной функции, переходит к культурной, чисто культурной, формальной игры текстом библейским. Вот это, вот это, и это не, отнюдь не коммунисты начали, это либеральное общество второй половины 19 века, это 20 век, вот именно и к этому подходят, протестанты подают болгарам, сербам, русским тоже переводы, новые переводы. На, пожалуйста, читайте, читайте, вот это. Ну, это такое появляется, что вот уходим, отходим от церковной жизни, священное писание становится одной из книг культуры европейской, которую можно, вот человек, который, читая в поезде, скажем, священное писание, православный священник, который целует книгу, скажем, вот, говорят, что вы делаете, почему, как это, это священное писание, ну и что, да? Так что здесь можно только священник, когда вот читает Евангелие в церкви, типично в церковной обстановке, обстановке. У нас на Востоке обыкновенно эта церковная обстановка, она была везде, церковь была везде, в этом смысле церковь как богослужебная. Мы, когда кушали, когда вставали, когда засыпали, везде, все время было богослужение. И крест, и молитва, и благословение, и все. Так-то и когда начинали читать книгу, брал священное писание, кто не перекрестился, когда проверял, цитату искал и так далее, и так далее. Вот это совершенно другая жизнь, это параллельный мир, который существует. И вот теперь эти миры пересекаются. Оказывается, что вот чем более культурный человек, культурный писатель, поэт, философ, он просто перелистывает Библию, посмотрит там, ну а вот, а может где-то еще, а вот у Ницца по-другому это пишет, Иисус так сказал, но Заратустра сказал так или иначе. И вот это вот мы переходим, меняем вообще идею функционирования, существования Библии. Значит, в основном в новой культуре, как мы сказали, есть Библия на трех планах прежде всего. Первое, когда мы принимаем, принимаем, продолжаем принимать Библию как святую, священное писание, как святую книгу. Есть много таких христианских, религиозных писателей, которые не нарушают ни в какой степени святость книги. Даже если пользуются, это не только узкое, только переписать и все это оставить так, как было. Нет, динамически, но с полным сознанием, каким материалом мы работаем, в чем дело. Это первое, и тогда мы там говорим как свидетельство правды, иногда говорим вот именно, что это слово Божие прежде всего, и так далее. Это книга книг. Второй момент – это именно как возможность пользоваться на этих уровнях, которые мы сказали, или на уровне стилистическим, подражать библейский жанр, стиль, стиль или пользоваться темой. И отсюда уже шаг только к третьему, более современному восприятию. Это такой уже полемики, демистификации этих мотивов священного писания. Значит, когда мы перерабатываем это и спорим, доказывая неверность слов библейских, показывая разные вещи. С литературы можно, когда слепой от рождения, которому Христос вернул зрение, он смотрит, видит вокруг, что происходит, и он себе выкалывает глаза обратно. Вот такие вещи, значит, когда очень ясно, к чему, с чем связывается, с чем можно сравнить. Известно, что подтекст этого абсолютно такой, а вот происходит другое. Так что вот было бы продолжение этой службы, службы слову, когда мы продолжаем пропагируем мотивы, правду евангельскую или ветхозаветные мотивы. Это первый. Второй, когда мы пользуемся на уровне для собственного продукции, собственного создания своих текстов и позитивно воспринимаем модели библейские. И третий, когда начинаем дискуссию. Здесь прежде всего на основании тематики определенной, с богословской интерпретацией этого места.